Субтитры делал DimaTorzok Опытом же с вами, как всегда, делится Cyberlings, который, закончив с историей журнала Videoaz, возвращается к своей любимой рубрике. В моей жизни увлечение кино началось с эпохи VHS, ну или VHS, кому как удобнее. И именно с VHS начались какие-никакие попытки создания домашней подборки любимых фильмов. Для своей эпохи VHS был большим прорывом, позволившим приобщиться к миру кино огромному количеству людей по всему свету. Но даже когда альтернативы кассетам особо не было, дорогущие лазер-диски я во внимание не беру, этот формат в нашей стране все-таки оставался уделом очень узкого круга обеспеченных энтузиастов. Так вот, даже в те времена я начал осознавать недостатки видеокассет. Ну про такой недостаток как размер, наверное, всерьез говорить не стоит. Тем более современные блю-ре-диски во всяких подарочных и прочих металлических боксах уже давно догнали и даже переплюнули размеры коробок VHS. Однако, даже без дополнительных финтифлюшек в виде фирменных пластиковых боксов, фильмы на кассетах требовали дополнительного пространства для их размещения. Впрочем, какой-то невероятной вместительности наших малогабаритных квартир позавидовал бы даже доктор Кто с его бездонным тардисом, так что размер данного носителя не самая его слабая сторона. Вторым недостатком было разрешение, которое для обычной кассеты составляло в районе 240 вертикальных телевизионных линий, в зависимости от качества носителя, что, впрочем, было нормой для тогдашних электролучевых телеков, но печально смотрится в наши дни на современных мониторах. В-третьих и главных – потери в качестве при перезаписи. Это всегда была попа боль. Особенно в те времена, еще до массового видеобума, когда отец приносил от друзей не первой свежести копию с очень интересным на тот момент фильмом, и которую крайне хотелось сохранить у себя в коллекции, а при перезаписи на свою кассету качество еще более ухудшалось. И какое же счастье было, когда фильм, взятый взаймы, был изначально с хорошим изображением. Тогда и у тебя в коллекции оседала чуть-чуть хуже, но все-таки вполне приличная копия. Уже тогда маленький я мечтал о таком методе записи, чтобы копию можно было сделать один в один. Четвертый недостаток – это возможность испортить пленку. Помнится, уже в поздние 90-е один наш старый видик, видимо в очередной раз посмотрев Терминатора, решил восстать против своих владельцев. Ножки, ручки и тем более бластеры японские инженеры ему не выдали, потому занимался он банальным систематическим вредительством, а именно начал жевать пленку. При извлечении кассеты механизм не всегда заправлял ее обратно и выдавал ВХС с волочащейся словно кишки за ней лентой. Жуткое зрелище, особенно если осознаешь, что там записан ценный для тебя материал. Конечно, аналог на то и аналог, что в отличие от посыпавшегося жесткого диска, пленка продолжает показывать. Ну, теперь выглядит порченное место как-то так. Также на ВЧС-носителях запись деградирует со временем. Срок службы приличной кассеты без заметной потери качества – всего 15 лет. Тогда, конечно, я не сильно об этом парился. В юности то, что произойдет через 15 лет – это какое-то уже недостижимое будущее, а текущая молодость – это навсегда. Ну, а в зрелом возрасте – это всего лишь мгновение, длительность которого определяется лишь количеством воспоминаний, которые оно после себя оставило. Как итог, ВЧС без сомнения была очень крутой штукой своего времени, но приближалась цифровая эпоха, а с ней и глобальные перемены. И вот тут в нашей жизни появляется такое явление, как Video CD. Речь, конечно, не о тех огромных 30-сантиметровых пластинках LaserDisc с аналоговой записью, о которых я уже упоминал, а о стандартных 12-сантиметровых компакт-дисках с цифровым кодированием. Еще в середине 93-го года компания Philips и GVC разработали спецификацию формата хранения видео с сажатием MPEG-1 на компакт-дисках и назвали ее Video CD. На диске могло содержаться 74 минуты видео со звуком качества VHS. Именно этот стандарт в 1996-м был взят на вооружение нашими производителями. Ключевое значение здесь имело то, что видеофайл можно записывать на широко распространенный к тому времени компакт-диск, то есть производить их было относительно дешево. Но основным минусом было то, что в их спецификации был заложен не самый совершенный стандарт кодирования видео MPEG-1. Оттого практически любой фильм приходилось разбивать на два диска, чтобы уместиться в лимит 74 минуты видео на один диск. К тому же этот формат поддерживал только одну аудиодорожку, что исключало добавление нескольких треков. При изначально невысоком качестве картинки, визуально сопоставимой с хорошей VHS и повышенном количестве дисков на один фильм, такой формат недолго продержался на нашем рынке. Однако какое-то количество фильмов в нем издать все же успели, причем как официально, так и нет. До бума DVD под Video CD даже создавались свои плееры. Впрочем, вживую я таких аппаратов не застал. Зато эти диски в будущем стали официально совместимы с большинством DVD-проигрывателей. Как итог, Video CD уступал по всем параметрам вскоре появившемуся DVD и выигрывал разве что у бытовой видеокассеты. И потому для нас он остался в памяти лишь как некий переходной формат. За MPEG-1 последовал гораздо более продвинутый MPEG-2, который уже как раз стал использоваться во всеми нами любимыми DVD. MPEG-3 разрабатывался как стандарт кодирования аудио и видео для телевидения высокой четкости, но вскоре выяснилось, что те же задачи может выполнять немного модифицированная версия предыдущего стандарта MPEG-2. Вскоре после этого работа по стандарту MPEG-3 была прекращена. И вот тут мы подходим к стандарту MPEG-4, который задумывался как способ передачи потоковых медиаданных, в первую очередь видео, по каналам с низкой пропускной способностью. Неожиданно он завоевал популярность у компьютерных пользователей, благодаря тому, что позволил размещать полнометражные фильмы длительностью полтора-два часа в хорошем качестве всего на одном компакт-диске и осуществлять обмен видеофайлами в интернете. Появился он в 1998 году. Оригинальный же кодек DVX-3.11-α, да, именно так, с подмигающим смайликом в названии, является взломной версией MPEG-4 версия 3, год рождения 1999. А уже в январе 2000 года была создана следующая версия, DVX-3.22, с более привычным нам написанием. Наконец-то, освежив памяти или узнав минимальную необходимую информацию, можно плотно перейти к теме нашего выпуска. А именно к дискам с уже понятно, откуда взявшимися надписями MPEG-4 и DVX. А встречались такие диски сплошь и рядом. А благодаря своей доступности, вот такие вот издания стали альтернативой более дорогому тогда формату DVD. И эта доступность не понравилась правообладателям. Потому в отличие от того же VideoCD, MPEG-4 не поддерживался большинством DVD-плееров. И позиционировались эти диски как для воспроизведения на персональном компьютере. Это уже потом поняли, что если что-то невозможно предотвратить, то это надо возглавить. И поддержка стала появляться у всех более поздних аппаратов. Контор, которые выпускали эту продукцию, было очень много. Но давайте попытаемся выделить самые запоминающиеся бренды. Digital Force. Один из самых примечательных производителей того времени. По оформлению бокса спутать с другими ремесленниками его просто невозможно. Из фишек оформления можно выделить, что на лицевой обложке пишется разрешение видео. Честно говоря, смысла в этом большого нет. Так как зачастую картинку можно испохабить просто плохим сжатием. А разрешение тут сильно ни при чем. Также есть указатель количества дисков. И если он изначально один, то в этом кружке просто пишут PC. Напоминание о том, что этот фильм предназначен для воспроизведения с компьютера, также содержится и на задней стороне. Более того, там прямо как для ПК-игр указаны системные требования. Сами наклейки на дисках оформлены в традиционной одноцветной раскраске с огромной кучей всяких логотипов, надписей и прочих штрих-кодов. Внутри диска мы видим набор кодеков, авторан-меню и прочие прелести PC-шных дисков. То есть, если у вас все это уже установлено, ничего дополнительно вам доустанавливать не надо. Но если это ваш первый диск с подобным фильмом, то без нужного кодека вам не обойтись. Да, то были времена интернета по карточкам, телефонным, и все обновления ставились в основном с дисков. Авторан-меню обладает по сути одним функционалом, но зато каким. Оно позволяет выбирать нужную звуковую дорожку. Вот наконец-то существенный прогресс по сравнению с кассетами и видео-CD. Также на некоторых изданиях будут добавляться и субтитры. То, что уже было у пользователей DVD, наконец-то появилось в бюджетном сегменте. Звуковых дорожек было обычно две. Оригинальная и с голосовым переводом. Порой на диске можно было встретить и субтитры. Обо всех этих особенностях с гордостью писали на коробке. По качеству изображения предоставляемых фильмов я сильно комментировать не буду. Digital Force за свое существование навыпускала огромное количество дисков, как с фильмами, так и с аниме. И качество их всегда разнилось. И давайте все-таки вспомним, что диски были более доступны альтернативой DVD. Потому по умолчанию качество их было хуже, чем у старшего собрата. Здесь мы все-таки занимаемся пережатием, и цель его была сделать качество приемлемым для просмотра, но никак не лучше, чем в исходнике, коим зачастую и был DVD. За что мне нравился Digital Force, так за то, что они не писали всякую маркетингу и чушь на своих изданиях о супер качестве и прочем. Вся их дополнительная информация на коробке хоть и несколько перегружала изображение, но было написано по существу. И тут мы плавно переходим к следующему очень громкому производителю. Назовем его условно DivX Video или MPEG-4. Да, так вот без какой-либо фантазии ребята продвигали свою продукцию. Но тем не менее, эта продукция встречалась на прилавках ничуть не реже, чем от Digital Force. Характерная отличительная черта в оформлении дисков – это кинолента по углам коробки, с там и здесь встречающимися надписями DivX Video и MPEG-4. А также резонной заметкой, что это видео for PC, и совершенно маркетинговой уловкой, что тут мы имеем DVD-качество. На задней стороне также представлены системные требования, информация о фильме с несколькими кадрами и, собственно, все. Есть ли там дополнительные дорожки или субтитры, можно было узнать только запустив сам диск. Но чисто с эстетической точки зрения, мне оформление коробок от DivX Video нравилось больше. Они были более стильными, что ли? И если во внутреннем дизайне та же Digital Force всегда придерживалась минимализма, то есть никаких дополнительных двусторонних артов и прочего, то DivX Video имеет в своем наследии как и пустые по оформлению стандартной коробочки, так и весьма интересные прозрачные боксы. Если фильм «Терминатор» представляет собой переходную версию оформления, где имеется дополнительный вкладыш с кадрами, то ослепленный желаниями с его прозрачным боксом демонстрирует собой уже максимальный подход к тому, как должен выглядеть привлекательный продукт. Без косяков, конечно, не обходится. Тот же первый «Терминатор» демонстрирует кадры как из первого, так и из второго фильма. Тут дизайнеры, похоже, не особо парились. Главное было сделать круто и зрелищно. По поводу вкладышей. Если на них подразумевался внутренний арт, то они могли быть или складными, где на одной части изображена лицевая обложка, а на другой кадры или альтернативный постер к фильму, или двухсторонними, где на внутренней стороне стали печатать рекламу с другими фильмами, выпущенными этим производителем. Иногда мы могли найти вообще гибрид, то есть двухсторонний вкладыш, где на внутренней стороне напечатана реклама с прочей кинопродукцией, но в то же время бумажка длиннее крышки бокса, и имеет загиб, на котором размещаются уже кадры из фильма. Если на более старых изданиях не было никакой информации о веб-ресурсах данной конторы, то с некоторых пор адрес сайта появился в оформлении на задней стороне коробки. Как мы видим, название сайта было videopc.da.ru, что тоже вносило путаницу в то, какое же все-таки правильное имя у этой конторы. Если опираться на официальный логотип как на сайте, так и на изданиях, то все же MPEG-4. Что все-таки немного туповато. Видать, уши еще тянутся из 90-х, когда, к примеру, все копировальные машины называли Xerex, а все подгузники Pampers. Оформление сайта, к слову, предельно простое, как и оформление накаток на дисках, которые всегда были выполнены в одном стиле и по своему минимализму могли дать фору другим конторам. Кроме названия и нескольких логотипов на светлом фоне, тут никогда ничего и не было. Но я бы не сказал, что это выглядит плохо, просто очень аскетично. Видать, меня сильно разбаловали в свое время стильные накатки на DVD-дисках. При воспроизведении мы также имеем меню автозапуска, которое также предлагает или установить кодек, или запустить сам фильм во встроенном плеере. Сейчас это еще то убожество, поэтому проще найти на диске и запустить файлы с расширением AV и посмотреть фильм в удобном вам проигрывателе. Контора MPEG-4 всегда дополнительно защищала свою собственность, краденую у киноделов собственность. Защищала нанесением в нижний правый угол видеоряда своего фирменного знака. Лично мне это никогда не нравилось. Это то же самое, что записывать фильм на видеокассету с телека и потом любоваться логотипом канала на своей копии. Но так или иначе, маркировка этой фирмы присутствовала на всех изданиях, что попадали мне в руки. Пару слов о качестве кодирования видео. Оно тут посредственное, так что ни о каком DVD-качестве речь не шло. В те времена, до начала массового пиратства на DVD-носителях, вот такие диски, это было не что иное, как некая дешевая альтернатива для тех, кто не может себе позволить DVD. В основном фирма MPEG-4 выпускала фильмы на одном диске, хотя были и исключения, такие как двухдисковые издания трилогии «Властелин колец» с юмористическим вариантом перевода от гоблиновской студии «Полный П». Третьей известной конторой по выпуску DVD-фильмов была Top Industry. Про нее я уже упоминал в 10-м выпуске видеоносителей, где речь шла об аниме от компании MC Entertainment. Top Industry позиционировала себя как вполне официального дистрибьютора фильмов. Принимая во внимание, что она выпускала в первую очередь не самые крупные и, соответственно, не самые дорогие для лицензирования картины, то с ее легальностью можно, пожалуй, согласиться. Тем более на коробке открытым текстом указывалось, кто имеет право на распространение в России того или иного кинофильма. Оформление своей продукции у Top Industry было лучшим из всех представленных здесь контор. Кроме приятных глазу боксов, выполненных в едином стиле, каждый диск имел красочную накатку, прямо как на DVD. Коробки снабжали голографической наклейкой, а сзади была тонна текста, как информационного, так и юридического характера. Из минусов оформления это значок DVD-качества напротив значка DivX Video, что является откровенным маркетинговым лукавством. Внутри, как я уже сказал, мы имеем сам диск с качественной накаткой и очень часто прозрачную коробочку с двухсторонним артом. Тут же размещается сложенный пополам листок, на котором кроме наружного арта имеется еще всякая дополнительная реклама других фильмов от Top Industry. При запуске диска в приводе все стандартно. Выскакивает меню автозапуска с самыми необходимыми функциями. К сожалению, какие-то дополнительные аудиодорожки я не встречал, потому положить какой-то дополнительный плюс в копилку к этим дискам я не могу. Но тем не менее, Top Industry была узнаваемым игроком на рынке с красивыми фирменными боксами и с качественной накаткой на дисках. Существенный минус у них был лишь в том, что за счет своего официального статуса они не могли выпускать то, на что у них не было разрешения. Потому всякие там мега-хитовые и просто известные вещи окучивали пираты, которым на копирайт было наплевать. Я как-то не заострял внимание на качестве самого кодирования, но из моего текущего года любой фильм той эпохи в DivX кажется малопригодными для комфортного просмотра. Любой современный кодек пожмет вам качественнее. К тому же мы давно не ограничены пресловутыми 700 мегабайтами на диск. Так что вы просто видите на экране фрагменты того или иного кино ровно в том качестве, которое было доступно тогда при сжатии. И сами его оцениваете. Кстати, для себя я сделал еще в ту пору вывод, что мне приятнее смотреть в таком формате именно мультипликацию, а не художественное кино. Так как анимация поддавалась безболезненному сжатию гораздо лучше, чем фильмы с живыми актерами. Оттого именно в моей коллекции осели преимущественно анимешные диски. А большинство дисков, что вы видите в этом ролике, специально для выпуска были скуплены по барахолкам. Давайте, если я уж затронул тему аниме, быстро вспомним, кто окучивал эту Ниву. Здесь мы найдем представителей от уже упомянутой нами троицы производителей. Digital Force опять не скупится на дополнительные диски для культовых произведений. И снова на многие релизы делает по две дорожки, а также субтитры. Да, если уж совсем придираться, то касательно крупных проектов в качестве оригинальной дорожки часто значится английский дубляж, а не изначально японская озвучка. В моей коллекции таковым были Акира и Макрос Плюс. Но зато многие другие аниме имеют на борту и родную японскую дорожку, что при наличии русских субтитров и дополнительной дорожки с переводом, обычно одноголосым, могут порадовать широкий спектр фанатов. Со временем Digital Force решила выделить аниме в отдельную линейку, которую назвали «Золотая коллекция аниме». Обложка претерпела редизайн. Сама надпись Digital Force с лицевой стороны исчезла, а сами идентификаторы конторы остались только на задней части мелким шрифтом. Накатки на дисках изменились в оформлении, но оставили прежние узнаваемые черты дизайна. Что по содержимому, вот тут, к сожалению, у нас некоторые потери. Видимо, из-за экономии в релизы перестали вкладывать дополнительную оригинальную дорожку с субтитрами. Таким образом, «Золотая коллекция аниме» перестала выделяться на фоне своих конкурентов. Далее идет DivX Video или MPEG-4. Здесь все так же, как и у фильмов. Из плюсов – красочное оформление коробки, что снова видно как по внешнему виду, так и по внутреннему. Ну аскетичная накатка на самих дисках – дело вкуса. Я лично предпочитаю накатку в виде картинки, но и такой строгий вариант тоже имеет право на жизнь. Из минусов тут как из кино – отсутствие оригинальных дорожек и, соответственно, субтитров. Отдойду дисковых релизов я тоже особо у них не замечал. Так что по сравнению с Digital Force эти издания опять проигрывают. Ну и Top Industry. В выпуске про компанию MC Entertainment я уже отмечал, что Top Industry – это MC для бедных. И не поймите меня неправильно. На самом деле у них отличные релизы с точки зрения DivX кодека. У них самое лучшее оформление как коробочек, так и самих дисков. Только они делали полноценные накатки. К тому же Top Industry не скупилась на количество дисков. Правда, все это касалось сериалов, а не полнометражек. Но все же. Ну это по-прежнему были упрощенные и пожатые копии DVD-дисков от MC Entertainment. Вот и вся претензия. Разве что отсутствие оригинальных дорожек и, как следствие, русских субтитров тоже огорчает. А в остальном, мы знаем, что DVD для MC Entertainment был топовым продуктом. Так вот, для тех, кто не имел возможности тратить деньги на этот формат, и предлагались диски DivX от Top Industry. Конечно же, с чисто маркетинговой надписью DVD-качество. Что ж, о крупных и, главное, известных – это, наверное, все. И давайте бегло посмотрим, кто еще зарабатывал на формате MPEG-4. Некая OOO Progress выпускала свои диски под лозунгом как Real DVD Quality, так и Super DVD Quality. Для данного обзора мне в руки попали только их диски с аниме. Возможно, и фильмы тоже от них были. Из особенностей – очень много маркетингового вранья на обложках. И если про какчество DVD мы уже привыкли читать, то вот про Hi-Fi Dolby Surround Stereo 5.1 – это какой-то уже новый уровень обмана. Если что, на их дисках лежит обычная стереодорожка. Без всяких там Hi-Fi, Wi-Fi, Real Dolby, Dacia, Macho Surround, Quality and Spa. Внутри мы видим диск, и диск даже с цветной картинкой на накатке. Иногда дизайн вполне себе, а иногда такой себе. К наполнению каких-либо претензий нет. Твердый середнячок. Пойдем дальше. Видите знакомого кота? Да, это известный нам тайкун. Я обожал DVD-диски от этой конторы, и в отдельном своем ролике уже пел ей дифирамбы. И я уже хотел начать ругаться, когда увидел надпись Real 3D Sound на обложке. Но вроде этот самый Real 3D Sound, если посмотреть на обратной стороне коробки, они тут позиционируют как студию озвучки. Тады ладно. Мы как-то уже привыкли оперировать терминами переводы от тайкуна. И я, честно говоря, ранее не слышал о студии с таким вот названием. Но что нам важно здесь знать, переводы действительно тайкуновские. И дорожки, наконец-то, снова две. Оригинальная и с переводом. За что тайкуну, конечно же, спасибо. Как еще один пример тайкуновского оформления, это диск с фильмом «Поворот не в ту дверь». То есть, поворот не туда. Ради интереса я его засунул в привод компьютера, чтобы подтвердить, что и там две звуковые дорожки. Действительно, дорожек было две. Но вот незадача. Русская дорожка по какой-то причине была убита напрочь, а оригинальная частично. Не буду насиловать ваши уши фрагментами, поверьте уж мне на слово. Не знаю, в чем там была причина, возможно, неудачное пережатие. Так что и у тайкуна тут были промахи. Но об остальных производителях подробно упоминать точно уже не стоит. Ибо их было великое множество, и ничем таким они не запомнились. Были закосы под лицензию с псевдолицензионными наклейками, которые и так можно было купить без проблем на стороне. Были в едином оформлении и сборники различных мультфильмов для детей. Тоже все пиратки. Были уж совсем ноу-нейм релизы, записанные на обычные болванки. Ну и все в таком духе. Кроме всех этих наплодившихся новых контор, что вы видите на экране, попадались и довольно странные образцы, которые отсылали нас как раз к более известным производителям. Степфордские жены. Казалось бы ноу-нейм, но нет. Это Digital Force, который теперь притворяется лицензией и указывает на заднем обороте прокатное удостоверение, юридический адрес и кучу другой информации. Только их фирменный логотип DF сзади и на самом диске, а также адрес сайта и e-mail указывает на непосредственное отношение к известному бренду. Лига выдающихся джентльменов несет же на своем диске отпечаток логотипа MPEG-4 в узнаваемом стиле. На самом деле по содержимому мы имеем ужасную экранку, и тут я даже не исключаю, что сама контора MPEG-4 делала вот такие скороспелые издания до выпуска уже нормальных копий, которые уже оформлялись в общем стиле, с узнаваемой кинолентой по краям коробки. Такая же врунда с документалкой 911 по Фаренгейту. Коробка оформлена в непривязанной ни к чему стилистике, зато сам диск внутри имеет все черты и логотипы от MPEG-4. Надеюсь вы не запутались и понимаете, что в данных случаях, когда я говорю MPEG-4, я имею в виду название пиратской конторы, а не кодека. Кстати, внутри здесь также находится ужасного качества экранка. На этом по данной тематике пожалуй все. Дальше мы помним, что DVD существенно подешевел, а фильмы в MPEG-4 осели теперь уже в сетях, а не на лотках магазинов. И в наши дни люди создают коллекции из любимых фильмов, но теперь такие коллекции размещаются на жестких дисках, и все это уже происходит на современных кодеках, современном разрешении и с современным звуком. Но все начиналось вот с таких вот компакт-дисков. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось и вы хотите продолжение рубрики видеоносители. Так или иначе, мне еще много чего есть рассказать и обсудить с вами в таком прекрасном виде развлечения и искусства, как кинематограф. До новых встреч!